Видимо, дошло до такого, что пошли проблемы на крыше, что вода везде найдет, куда ей литься. Вот у меня течет, где счетчик. А если это все замкнет, я говорю, что это будет? Он говорит, да не, не переживайте, все нормально будет. Не за что, вы уже с седьмого этажа к нам поднимались, вы их раз на стопите. А это не вы? Да, это не мы. Я говорю, тут крыша, он поднялся, все понятно, это крыша текает. В доме номер 171-1 по улице Менделеева с 6 по 9 этаж трудно найти квартиру, куда бы ни просочилась вода. Проблема с протечками появилась еще около пяти лет назад. И жильцы уверены, что в УЖХ в курсе их проблем, потому что каждый год его работники делали косметический ремонт. Это практически каждый год весна-осень. Они приходили, делали косметику именно трубы. Хотя сами знали, что повреждена кровля. Нужно было делать кровлю, именно кровлю и ледневку сверху. А в этом году нашло до того, что просто потекла конкретно крыша, как будто там стояли сверху и лили воду. Мы уже сколько раз звонили в ЖЭУ, они как бы игнорируют нас, ну как бы заявки в течение недели исполняют. Вот видите, вот с этой стороны и здесь уже, и уже в комнату, вот здесь вот чуть-чуть пошло. У многих вода испортила свежий ремонт. А вот в квартире Ольги Андреевой ежегодный потоп не позволяет его начать, а также угрожает здоровью ее детей. Нам пришлось снять потолочку, которая была задета, а держать это все под обоями, под потолочкой мы не можем, так как у меня у ребенка есть предрасположенность на аллергию, на плесень и на грибок. В данный момент мы уже сидим с ним на суп-простине. Сделать ремонт мы не можем, потому что мы делали пробный вариант ремонта, но так как появляется сырость, плесень, обои отваливаются. Да, это происходит постоянно, поэтому мы стараемся не включать. Мы не можем включить свет в ванной, на кухне и в туалете. Входим в темноте, в прямом смысле этого слова. И поэтому все течет, обои мы переклеивали в прошлом году, побелку делали на потолке в прошлом году. Можете смотреть, здесь у нас все... Блин, она уже не белая. Она уже желтая, да. Здесь стоят мы порядком 2 часа, наверное, каждый день, если дождь или снег идет, то мы их убираем. Ну, свеже сделан на ремонт, соответственно. Да, его жалко, придется что-то с ним делать. Это похоже на пытку водой, когда постоянно в квартире что-то капает. Проводка близкая, это вообще кажется не очень безопасно все. Вода, говорят люди, течет с крыши. Это тающий снег и дожди. Поэтому с влагой борются жители и второго подъезда. Там в некоторых квартирах от сырости уже появилась подозрительная мошкара. Я прям чувствую, что это, что мертвец. Я говорю, здесь все вот же, вот оно сдулось. Поэтому я не знаю, что там у соседей. Здесь вот, проживо, проживо. Да, ты помни, это текло. Вот отсюда, вот с этой лампой текло. Здесь полный плафон воды был. Не страшно так, с полным плафоном воды? Главное, если я сказал, ничего страшного. Ага. Это так вот? Да. Я просто вот эту лампу уже как бы не включаю. Ага. Обычно. На просьбы жильцов управляющая компания, по словам людей, отреагировала только один раз и прислала двух сотрудников, чтобы те очистили крышу от снега. В обед приходили кровельщики, раскидали просто снег в сторону, отодвинули, потому что после них поднимались соседи, смотрели, что они там сделали. Они просто отодвинули снег в сторону, не скидали его, а просто отодвинули. И то, что от того, что они его разрыхлили, началось еще больше течь. Ну, началось течь это все. По адресам Нелея 171-1 в процессе эксплуатации в зимних условиях протекла кровля. В данный момент кровля от снега очищена, и при наступлении благоприятных погодных условий она будет отремонтирована. Ну, примерно до конца апреля. На вопрос об опасной близости воды к электричеству нам еще раз ответили. Кровля очищена от снега, протекания на данный момент нет. Тем временем жильцы собираются обратиться в суд. Они хотят взыскать ущерб с УЖХ. Егор Полторыхин, Нургиз Газимулин, телеканал ЮТВ.